Между тем, дополнительные надбавки к зарплате с марта по июнь получили 1200 медицинских работников области, находящиеся на передовой в борьбе с коронавирусом. Общая сумма выплат составляет 570 миллионов тенге. Осуществляют их через фонд социального медицинского страхования. Сумма варьируется в зависимости от категории риска. В средней медике получают от 200 до 850 тысяч. Моя коллега Анжелика Сычева с подробностями. Казахстанским медикам сейчас очень непросто. Вдали от родных и близких они сутками напролет находятся рядом с больными, ставя под угрозу свое собственное здоровье. По официальным данным, на передовой в борьбе с коронавирусом в Казахстане порядка 53 тысяч медицинских работников. Начиная с марта к их заработной плате государство выплачивает дополнительные надбавки. Сейчас эта сумма составляет около 40 миллиардов тенге. На одного медика от 200 до 850 тысяч в зависимости от категории риска. Первая группа риска, как я уже говорила, это работники, работающие в инфекционных стационарах. Это самые высокие выплаты. Составляет 20 минимальных заработных плат. То есть 850 тысяч тенге. Вторая группа риска – это провизорные стационары, феншера скорой помощи. Это определено 425 тысяч тенге. 50% от первой группы риски. И третья группа риска составляет 5 минимальных заработных плат. Это 212 тысяч тенге. Входит в остальные прочие контингенты. В нашей области в период с марта по июнь заслуженные надбавки получили порядка 1200 человек на общую сумму 570 миллионов тенге. Среди тех, кому упали дополнительные выплаты – Идаир Тастамбеков. С начала лета парень работает в провизорном стационаре. 3 июня я пришел работать в провизорный госпиталь. Ощущения были двоякими, так как было желание помочь людям, но в тот же момент было очень неудобно и жарко. Мы работаем по 12 часов, выплаты получили. Стоит отметить, что в последнее время число медработников, вовлеченных в борьбу с COVID-19, становится больше. Деньги перечисляют в строгом соответствии со списками, которые предоставляют и передают на дальнейшую проверку главные врачи медицинских учреждений. Они составляют табель учета рабочего времени, приказ и отдают в рабочий орган. Рабочий орган у нас создана комиссия региональная при Акимате, возглавляет ее заместитель Акима области. И рабочим органом является управление здравоохранения. Рабочий орган вместе с филиалом фонда рассматривает эти табели учета рабочего времени на соответствие. Двойной контроль идет управление здравоохранения, филиалом фонда. Затем подаются откорректированные списки. В фонде также занимаются финансированием инфекционных, провизорных и карантинных стационаров. В области за последние 4 месяца в них инвестировали почти 830 миллионов. Выделенные средства позволили значительно увеличить количество коек в медучреждениях. Хотела бы отметить, что если у нас в марте месяце было развернуто всего 800 коек, то сейчас уже 2345 коек. Рост в 4 раза. Если смотреть отдельно по каждой профиле, то будем говорить о том, что инфекционный коечный фонд разворачивается по потребности, по необходимости в оказании помощи. Если в марте месяце у нас было всего 135 инфекционных коек, то сейчас у нас 520 инфекционных коек открыто. Это в 4 раза рост. Если в провизорных стационарах у нас было 165 коек в марте месяце, то сейчас у нас 1625. Всего на оказание финансовой поддержки специалисты филиала Фонда социального медицинского страхования подписали договор с 23 медицинскими организациями региона. Анжелика Сычева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.